На минувшей неделе громкий скандал разразился в Европейском Союзе. Ссора в общем доме началась с заявления французских властей о том, что Румынии рано входить в зону Шенгенского соглашения, которое означает безвизовое перемещение внутри стран Евросоюза. Французов пугает недавнее нашествие цыган, прозрачность румынских границ и высокий уровень коррупции в этой самой бедной стране Европы. Насколько обоснованы эти опасения Европейского Союза, на месте проверял наш корреспондент Кирилл Брайнин. Прячась от полиции, за стеной грязного перехода, струнный квартет Трубадура из Трансильвании играет тоскливую цыганскую мелодию из репертуара Джипси Кингс. Музыка вообще-то хобби, но сейчас стала основным источником дохода, хоть и небольшим. С работой в Румынии тяжело. Здесь же продают сковородки. Дешево, но никто не покупает. Это обычный день Бухареста, наверное, единственный европейской столицы, где провода иногда закрывают небо. Убрать их под землю давно требует Евросоюз, но здесь явно не до этого, когда у половины страны денег нет даже на еду. Горы мусора, никакой канализации, трубы уже давно разобрали и продали. И постройки, которые домами можно назвать с большой натяжкой. Район Ферентарь в Бухаресте своего рода цыганское гетто, хотя таких определений в Европе пытаются избегать. Полиция старается лишний раз не заглядывать, да и местные власти давно махнули рукой. Отсюда цыгане разъезжаются по всему Евросоюзу, приводя старый свет в ужас своими совсем не европейскими привычками. Конечно, обидно, что о нас ходит такая слава, но своей стране мы не нужны. Выживаем как можем. Как могут, в Румынии сейчас выживают все. Звание страны с самой отсталой экономикой в Европе, похоже, закрепилось надолго. От социалистической индустриализации диктатора Николая Чаушеску не осталось и следа. В стране есть нефть, но добывают вдвое меньше собственных потребностей. После революции 89-го большая часть населения живет сельским хозяйством. Но с тех пор, как страна вступила в Евросоюз, соблюдать строгие европейские нормы становится все труднее. Валентина Евтимия свою ферму сразу строила по европейским стандартам. И до кризиса бизнес развивался совсем неплохо. Местную брынзу раскупали на ура. Но сейчас правительство снизило субсидии и повысило налоги. И почувствовать себя европейским фермером никак не получается. Вместо того, чтобы поддерживать своих фермеров, государство покупает дешевую продукцию за границей. А теряют от этого все. Мы производим меньше, а значит платим меньше налогов. И на развитие экономики у страны просто нет денег. Уже много лет Румыния – швейная фабрика Европы. Рабочая сила намного дешевле. Хотя с некоторых пор с китайскими ценами спорить трудно. Здесь шьют несколько сотен костюмов известных брендов каждый день. Четверти без того мизерной зарплаты выдают талонами на еду и одежду. Казалось бы, такое бывает разве что в Северной Корее. Но хозяин, француз Жерар Лассон, говорит, в Румынии – это общепринятая практика. Во Франции такое, конечно, трудно представить. Но мы работаем здесь и должны подчиняться местным правилам. Дело в том, что налоги на ту часть зарплаты, которая платится талонами, намного меньше, чем на реальные деньги. Так что получается выгодно и нам, и работникам. Талоны выполняют еще и социальную функцию. Алкоголь и сигареты на них купить нельзя. А значит, пьяных водителей гужевых повозок, которые в Румынии встречаются везде, должно стать меньше. Единственное место, которого кризис коснулся в меньшей степени – это замок Бран, больше известный как замок Дракулы. Туристы сюда приезжают со всего мира. Привлекает история вампира номер один. И бизнес, говорит Александру Приску, только идет в гору. Хотя около этих стен по неволе станешь суеверным. Не хотелось бы привлечь неудачи, но бизнес действительно идет очень хорошо. Даже учитывая финансовую ситуацию в Румынии и мировую рецессию. Трансильвания на фоне остальной полуголодной страны вообще выглядит каким-то другим государством. Аккуратные улицы маленьких городков, никаких проводов и мусора, скорее уж Венгрия. Но и здесь только и разговоры в штаб политики и экономике. Веришь Тиберию, держат в Брашове небольшой магазин. Он говорит, за счет региона живет вся страна. И это несправедливо. У нас лучше развито производство, здесь больше зарплаты, мы платим больше налогов. И все эти деньги уходят в бедные регионы. А сюда не возвращается ничего. Конечно, мы не говорим о том, чтобы отделиться, но финансовую автономию здесь все хотят. Остальная страна вот уже который месяц протестует против антикризисных мер правительства. Собственно, то, что повышение налогов, снижение зарплат бюджетников на 25% и пенсии на 15% кому-то понравится, вряд ли можно было ждать. Но это условия получения кредита от МВФ. Пока, правда, денег становится только меньше. Оппозиционные политики предрекают скорый экономический крах и развал страны. Экономическая ситуация в Румынии катастрофическая. Все идет к полному уничтожению нации. Крупные предприятия или закрыты, или проданы иностранцам, деньги уходят за границу. А здесь, если так пойдет дальше, останутся только мелкие торговцы и бомжи, которые будут просить подаяния. Сенатор Мариус Маринеску голосовал против антикризисных мер, а правительство и президента считают преступниками. Но вот на чем здесь сходятся почти все политики, так это на идее Великой Румынии. На карте в кабинете Маринеску ее географические пределы. Вся Молдавия, часть Украины и даже кусок Болгарии. В качестве начала экспансии жителям Молдавии уже раздали несколько тысяч румынских паспортов, приглашая их стать частью Великой Румынии, а заодно и Европы. Пока такой, с цыганами и нависающими проводами, и возвышающимся над всем этим символом величия, дворцом народа в центре Мухареста. Это здание без преувеличения строила вся страна, как тогда говорили, в едином порыве и потуже затянув пояса. Строительство продолжалось и после расстрела Чаушевску в 89-м и полностью не закончилось до сих пор. И все это время дворец продолжает тянуть деньги из страны, только счета за электричество 3 миллиона евро в год. Вдобавок именно здесь парламент одобрил антикризисные меры правительства, сокращающие зарплаты и пособия. То есть румын в очередной раз попросили затянуть пояса, но туже уже кажется некуда. А чем это кончилось в 89-м, здесь все еще отлично помнят. Кирилл Брайнин, Милана Кузьмина, Игорь Крецков и Андрей Масляхов. Воскресное время. Первый канал. Румыния.